Та-дам, ребятки, всем привет! Мы с Леночкой дома на квартире. Сейчас будем заниматься уборкой. Лена у себя в комнате, я в спальне. Как вы все знаете, я говорила, что мы на два дня... Короче, до выходных. На три дня, получается. Сегодня среда у нас. Ещё четверг, пятница. Мы занимаемся уборкой в квартире. Лена ходит в школу. Я нахожусь здесь. И так далее. Что-то у нас изменилось-то. Что-то с клумбой с этой. Микки Маузы так и стоят. На самокатах ездят. Ларёчек. Смотрите, как он красивый стал. Наш родной АТБ. Короче, мясной магазин. Родные места, ребята. Юлька вернулась. Только не отдыхать, а работать. Заниматься уборкой. Сейчас закинула Ленны кроссовки, стираю. Интересно, что рисунок выгорел или нет. Нормально всё. Всё хорошо. Красиво очень. Занимаюсь одновременно. И стираю, и перестирую. Сейчас шторы буду, ребята, снимать. Полностью все стирать. И так постепенно-постепенно мы наведём порядочки. Снимаю, ребята, шторки. Шторки. Будет солнышко посветить. Ой. Потому что они пыльные. Только я делаю в том, что... А, я утюг привезла. Но, блин, я хочу попробовать... Они такие большие. Хочу попробовать их потом мокрыми сразу повесить. Фу, пылюка прям летит. Эээ. А тюль, она такая страшная, блин. Она вся в затяжках. Нафиг мы такую купили. Ласка её подрала когтями. Она такая страшненькая, блин. Эээ. 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 Такая дорогая, а качественная. Она непрактичная. Ой, пылюка. Боже, не буду сильно пылить. Сворачиваю. Ой. Постирала Лену на кроссовки. Поставила их на солнышко сушиться. Вот. И Альмака сидит. Ребята. Помогает мне. Та-дам, ребята. У нас с Еленой обед. Домашние пельмени у нас в морозилке отыскали. Только у нас сливочного масла нет. Я переварила немножко. Некоторые пельмешки пораспадались. Но будем без сливочного масла. Просто пельмени я буду с перцем. И вот так вот мы обедаем, потому что уже кушать охота. Ребята, уже три раза пылесосом. И нифига не могу отпылесосить. Да, Альмака? Альмака, собака. Что такое мама пылесосит? Я не знаю. Мне очень громко шумит. Короче, я пыль повытирала. Надо сначала пылесосить, Юля. А потом пыль вытирать. Я пылесошу, короче. А пыль снова оседает на тумбочки эти черные. Она так видна пылю. Да, Альмака, собака, мамина, девочка. Короче, сейчас еще буду пылесосить, но другой щеткой. У меня есть щетка. Сейчас покажу. Ребята, вот такая вот есть щетка. Она с такими вот, видите? Должна собирать шерсть. Потому что там возле кровати вон шерсть осталась. Короче, Альмакина шерсть. Да. Фу, еще пару раз, может быть, и все. С ковром будет покончено. Боже, не надо в спальне ковры. Ковры вообще не нужны. Лучше линолеум и делать влажную уборку. Ковры это пылесборник. Особенно, когда животные в квартире. Это нечто. Это вообще, ребята, капец. Ребята, снимаю вот так вот себя. Потому что, короче, забыла я взять, я камеру взяла, а забыла взять эту. Штатив у меня здесь есть, а переходник, чтобы камеру прицепить на штатив нету. Позвонила Сергею. Он мне привезет сегодня. Поэтому вот так вот, как поставила на полочку камеру. Короче, пытаюсь все-таки по этот сам. Не получается повесить их мокрыми. Они, извините, как из задницы. Они помятые, капец-капец. И они так плохо гладятся. Это что-то. Я уже полчаса, это только я половину шторы глажу. Она широкая, не влазит на доску. Гладильную. Она у меня маленькая, гладильная доска. Короче. Я несколько часов буду по-любому возиться с этими шторами. Короче, он не разглаживается. Ой. Не хочет. Я уже и паром же налила воды. Ну, нифига. Очень тяжело складочки. Они не хотят полностью убираться. Представляете? Толстая такая ткань. Вот. Так это я не на полную мощность. На полную мощность включаю, чуть-чуть прилипает. Прикиньте. Какая-то синтетика, блин. Что за фигня. Еще сейчас Сергей мне привезет этот переходник. Я вас на стойку поставлю, хоть смогу нормально снимать. Ну, я тут уже и попылесосила. А, что, мне же еще Сережка звонит. Что ты делаешь, говорит? Я говорю, ребята, ну что, я этот самый. А как вас поднять? Чтобы мне на полочку поставить. О, боже, я уставшая такая. Ладно, давай, я буду гладить вам расскажу. Говорит, что ты делаешь, звонит мне. Я говорю, блин, уже пятый раз пылесошу этот ковер. Нифига, не могу. Шерсть альмина белая повпивалась в этот ворс. Ну, никак. Я и так, и сяк. Я три раза обычной щеткой. Потом два раза вот этой вот, которая крутится. Потом взяла обычную щетку, такую жесткую, просто ручную. Начала смачивать и фигачить. Нет, не получается. Я говорю, папка, а у меня обычно Сергей пылесосит ковер. Я говорю, а как ты делаешь, говорит? А я просто снимаю все насадки, короче, трубой так вот чик-чик-чик делаю. Короче, приедет сейчас мне на помощь. Говорит, подожди, я сейчас приеду, тебе помогу. С ковром, ура, блин, я вся мокрая, у меня не получается его очистить. Что значит, когда коврами муж занимается? А я не могу. Жарко еще, шторы сняла, солнце сюда светит. Сейчас уже более-менее оно уходит. Так, надо водички еще подливать. Нет, есть еще пар. Очень плохо оно гладится. Капец, капец. Лена пошла с Альмой гулять на улице. Собачка еще не была, ни разу писать хочет. Такие дела, ребята. Ну что, я тут, в принципе, и закончила. Сейчас Сергей поможет мне с пылесосом. Вот. Одна комната сделана. Мне останется повесить шторы. Вот. И все, здесь все получается. Ну и вечером я постельну, что я все постельну. А, я сняла все постельное, в стирку кинула. А сейчас кинулась, блин, у меня нет пододеяльников. Все пододеяльники на даче. У меня их мало. Все пододеяльники на даче. Короче, нам сегодня с Леной не под чем спать. Ну, просто не возьмем, будем просто не укрываться. Прям тепло же. Да, и все. Да, долго, конечно. Оттуда и сюда, и туда, и сюда. Оно не разглаживается. Аж хочу хорошо, чтобы мне потом... А то я повешаю, блин. А они так сложно, там такие крючки странные какие-то. Там тяжело их вешать. Там их много-много. Вот. Будет печально, если я повешаю. Увижу, что они слегка помятые, буду опять снимать и гладить. Не, я лучше подольше. Вот так вот, не спеша. Только жарко очень. Сейчас этот самый Сергей... Я сейчас хочу хотя бы половину одной шторы догладить. Аккуратно на дверь повешу ее. Вот. Сейчас Сергей приедет с ковром, сделает мне. И я продолжу со шторами. Включу себе музычку. И буду под музычку шторки гладить. Да и все. Вот. Потом мне еще... Лене надо форму на завтра погладить. Вот такой. На кухне уборка, конечно, предстоит. Ё-моё. Не знаю, там надо всю посуду перемывать. Дело в том, что... Вот посудой три месяца не пользовались. Она все равно какая-то... Она, знаете, как будто нечистая. Не знаю. Надо все прям брать и перемывать, перечищать. Чтоб все было чисто. Чашки перечистить. Надо что-то посмотрела. Такие чашки страшные какие-то. Ну, от чая, знаете, какие-то... Ну... Налеты, что ли. Надо взять галой. Порошком. Все перечистить. Короче, так... Ребята. Такие дела. Та-дам, ребята. Та-дам, ребята. Короче. Дома нет горячей воды. Мы хотим помыться. Потому что с Леной замаялись, запарились, зажарились. Мы хотим сполоснуться, блин. Завтра в школу приехали на квартиру. Городские условия. А горячей воды... Нема. Нема, ребята. А на деревне есть. Понимаешь? Папка нам согрел там водички. Мы поедем просто под душу. Хоть немножко этот самый... Поменяем обстановку. Ну, мы, конечно, много здесь сделали. Лена в комнате. А у тебя на кровати там осталось еще, да? Лена в комнате полностью перебрала, где у нее там стол. Где все учебники убрала прошлогодний. Короче, навела там полный шмон. Разложила все новенькое. Перебрала. У нее оказалось больше половины ненужных каких-то карандашей. Ручек там. Фломастеров всевозможных. Сейчас я выбрала. Мусор, да. А ты с ней все есть. Сейчас. Подождите. Я еще покажу. Смотрите, в чем он с квартиры вышел. Я сразу начинал. Накинул и забыл. Приехал, цена Миш зашел, переобулся. Домашние тапки. Еще и зимние. Поняли? Вот. И вышли к машине. Все. Мы еще банки там забрали, загрузили. Блин, я так близко все снимаю. Я такой уставший. Загрузили в машину. То есть все. Он такой, ой. И уже неохота возвращаться так на село и поедет там дом. Там есть тапки. А потом будет нас завозить. Мы буквально там часик. Сейчас Лена искупается. Я искупаюсь. Вот. Все. Я голову не буду мыть. Я под душем и все. У меня все равно там нож получается. Ты сюда возишь. Там уже фена нет. Фен уже в квартиру завезли. Лена все равно голову будет рано утром мыть. Просто в квартире жарко. Там и зажарились чисто так. Пополоснуться. Съездим. Что там Жуковский? Скучает? Да. Грустный лежит. Привет. Потому что подругу увезли. Альма тоже. Она за мной ходит. На диванчике лежит. Наблюдает за мной. Что я там делаю. Короче. Вот. На улицу раз вышла. Там сделала и первые дела. И вторые. Короче. Все как полагается. Лена ее вывела. Короче. Все хорошо. Мы с Леной пельмени навернули. А ты что там кушал? Дальмишель. Три котлетки разогрел. С аджикой? Да. Да. С аджикой. Лена ты пересела? Да. Я смотрю Лены нету. Офигеть. Ты шо? Потихоньку смоталась. Привет. Лену забыли. Короче. Такие дела ребята. Сейчас. Восемь минут и мы на деревне. Потом восемь минут и мы дома. Раз и все. И отличнее. А хоть горячая вода есть. Да. В смысле не горячая, а теплая. Угу. Так. Сейчас я вас поверну. Ребята. Ох. Давно я на эту камеру не снимала. Давно. Давно. Уже я отвыкла. Шо ци таке. Так. А у тебя попить там компотик. А ты компотик в холодильник не ставил? Нет еще. Ой. Жалко. Будем пить тепленький. Сейчас Жук обрадуется нам. Как будто сто лет не видел. По-любому. Будет радоваться. Все. Одна комната. Одну штору я догладила полностью. Потом приеду вторую. А еще одну стирку загрузила. Как раз приеду. Развешу. И все классно. Да я по-любому папка. Ой блин. Собаку сбили. Ой. Ой. Какой улыжен сел. Я по-любому до субботы справлюсь. Что? Считай за сколько там? За часа 3-4 я справилась. Одну комнату убрала. Умничка мамка. Умничка. Еще кухня. Балкон. Лена в своей сама шмон. Ну я помогу вам по полисосе. Ну да. Потом уже там или завтра заедешь. Я по полисосила опять раз. Но там вот это вот что позабивала. Чуть-чуть шерсть. Белая короткая альмина. Там своеобразная техника. Да. Да. Я ее выпас тогда. Можно очистить. Это техника. Туда емко. Эта техника есть только у тебя. У меня не получается. Солнце бьет ребята. Дорогу о вообще. Вот сейчас появилось. Не видно. Это как он на открытом месте. Заслепая все. Я сама вообще ни черта не вижу. Луч солнца золотого. Есть он? Тьмы вскрыла пелена. Есть он на камере. И видно какое стекло грязное. Лобовое. Ну и ничего страшного. В лучах этого солнца. Я его мыл, кстати, стеклоочистить. Да? Сначала. Сначала весны? Нет. Сначала как ехал. Ага. Она уже успела загрязниться. Понятно. А мы приехали, ребята. И как раз у нас машина стоит. Игорь с Машей приехали. Мы еще успели... Ой, здравствуй. Здравствуй, мамечкин сынок. Мы еще успели чаечек попить, да. Да, со сладостями. Ой, ты мой сынок. Сына. Хороший. Маму любил. Очень соскучился. Очень-очень, да. Очень-очень скучал. А где Альма, твоя подружка? Альма. Альма. Покусай, папа, покусай. Хороший мой сабанан. Покусай. Надо будет вернуть в квартиру эти тапки, папка, теплые вот эти вот. Да, да. Домашние. Мы привезли вон еще два мешка банок, потому что я хочу завтра убраться или послезавтра на балконе. Ой, любит папку. Ой-ой-ой. Держит прям лапками так, да? Хороший. Вокруг так. Вот так вот. Мы с тобой тут вдвоем остались. Все уехали, да? Да? Все ушли, и даже мама. Ой, ой, сабанак. Так, я уже в душ сходила. Сейчас Лена еще сходит. И папка, нас вернешь, пожалуйста, домой? На место. Да, на место. Туда откуда взял? Да. Верни. И все. О, как раз чайник нашла. Забрала. И хочу забрать... Ой, Жук, подожди. Ай! Два одеяла. Я их тут не стираю. Боюсь напрягать машинку. Здесь малютку свою, эту полуавтомат. Они такие большие. Они все тоже вон с шерсти альменной, короче. А второй в машине лежит. Как с моря приехали, его не стирали, в машине лежит. И чайник с квартиры взяла. Потому что мы с Леной без чайника в кастрюле собрались завтра утром кипятить водичку. Да и все, да и все. Будем ехать. Кого? А, нет. Там надо в эту сумку сложить сверху одеяло, которое там на заднем сидении лежит. И все, и в багажник. Вот в эту вот сумку. А пакетик белый тоже забрать. Там чайник. И все. Сверху там внедришь одеялко. Жук, со мной пошли. Ой, как тут хорошо. Боже, лучше, чем в квартире. В квартире духота. Жарень, дышать нечем. Пылище. Пылище. А что Сережка не ест эти самые? О, вижу, базилик подъел. Тут уже мошкара летает. Немножко. Сливы. Вот эти желтые, обалденные, вкусные. Я сейчас себе помою и съем. Вкусно, вкусно. Ням-нямушка. Сливки. Обалденные. Желтые, но они сладкие. Такие вот эти. Мне не стало голову мыть. Я уже потом. Завтра или сегодня дома помоем. Нагрею себе ведро воды. Завтра рано вставать. Ведро воды Ленина говорить, чтобы она голову помыла. Надо ей как-то волосы уложить. У нее чем короче стрижка, тем проблематичнее уложить волосы. Они у нее кучеряются. Ну, вьются кучеряются. Вьются волосы. Ужасно. Все никак не куплю, ребята. Утюжок надо приобрести, чтобы выравнивать волосы. Тоже подстричься, хоть мне нужно так отрасли. А что ты сед не хочешь? О! А что бы меня не рассматривали. Что я бачила, как он и дырляется на больших экранах. Рассматривая все. Вот и день прошел. Капец. Не, наверное, рада, что комнату одну. Сегодня хотя бы одну штору повешаю. Ну, чтобы в окна не заглядали. Будет классно. А тебе еще видео монтировать? Не могу с панасоника снести и сделать пока здесь. Не, я сделаю. Сделаю что-то. Ну, я же это. Приехали в город. У нас интернета нема. Вот. Я залезла, пополнила через Privat24 на 150 гривен за месяц. Нема? Так и не включился. Ну, я позвонила на Квант. Ну, провайдеру нашему. Говорю, так и так, а я заплатила. Она посмотрела. Говорит, а вы через что платили? Через Privat24. А оно в течение четырех суток идет. А, нет, оно будет, оплата будет только завтра к утру или что-то такое. Через Privat24. Я говорю, а мне там не надо, мне надо интернет. Включите щас. Она говорит, я вам сейчас включу. Все, через пять минут будет. Я говорю, хорошо, спасибо. И все, а завтра те придут, и оно нормально все будет. И все, мы проверили, все, интернет есть, все нормально, слава богу. Куда ж мы без интернета, да? Боже, я так устала. Ребята, первое сентября. Вот и все, вот и все, вот и все, вот и все, вот и кончилось теплое лето. Вот и все, расставаться всегда тяжело. Расставаться с памятью о чуде, зная, что его уже не будет. И ты плачешь, а дождь за окном, и ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже шестнадцать лет. Прощай, Алиса, погасли звезды, и глядит в окно, в прошлой жизни первый твой рассвет. Я сейчас плакать буду. Какая слезливая песня. Что, по сути, Лену ждем. Сейчас она обсохнет, да, и едем. Уже темнеет как-то раньше, да, прям? Да, и прохладно становится. Да, я еще после душа. Так холодно, боже, надо постричь челку. Ну, челку надо самой обстричь. Самой постричь челищу. А то уже как это, как у коня. Ой, хорошо. Хорошо бродить по свету. Жук за воротами. Бросится домой. Шкрябает лапкой. Хозяин, опусти, соседка кричит. Как он выбежал, пока Сережка к машине ходил. И просится главной лапой. Шкряб, шкряб. Сейчас я приближу. Вот он, Гулякин. Ой, Гулякин, ты где был? Скажи, пришел, домой не пускают. Что такое родители, домой не пускают? А я вижу, что в ворота колышется, калитка. И там что-то шкряб, шкряб. Думаю, у нас все свои дома. А нет, собакин. Это когда ты в машину только что ходил, он выскочил. Да, проверить он пошел. Просто я сижу, он быстренько раз-раз. И гулял там. Я даже не видел, как он вышел. Он тихонько. Он выпасает момент, когда пробежать так незамеченным. И пойти погулять. Ха, собанашка. Та-дам, ребята, все. Мы возвращаемся, едем домой. На дому, до хаты. Там альмака ждет. Не брали ее, а что мы? Туда-сюда, что ее брать? Ну и скупались хоть, да? Ну да, классно. Я говорю, в городе нет, а тут горячая. Водичка, хорошо. Прям так обалденно. Смылись с тебя все. Грязь. Теперь чистенькие. Ой, что-то палит. Вон дымище. Ой, даже не могу камеру взять. Листья жгут. Листья жгут, да. Вон дым. Помнишь, песня есть такая? Листья жгут. Листья жгут. Какой-то прощальный маршрут. Блин. Мотив вылетел. Вот это же не помню. Помнишь, что есть такая? Все, ребята, одна штора уже висит. Все. Красотишечка. Вот так вот выглядит. Сейчас вторую поглажу, повешу. И будет красиво. Она аж светлее стала. Все, ребята, я шторы повесила. Ура, сабанаки. Мама шторы повесила. Ты вообще-то понимаешь или нет? Ребята, замахалась их гладить. Вот, но это только шторы. Тюль я не вешала. Она огромная. Ее можно вообще в половину обрезать. Потом я с ней. Главное, что она подстиранная. Потому что время уже поздно. Уже я не знаю, сколько. Часов девять, наверное. Надо, Лена, она покушала. Будет спать, наверное, ложиться пораньше. У меня еще стирка одна стирается. Слушайте, но они явно стали светлее. Светлее стали. Ух, переливаются. И все равно, видите, все равно кое-где осталось. Блин. А я так выглаживала. Так выглаживала. Что, капец просто. Ну, блестят. Они прям блестеть стали. Красиво. Наши камыши. Это наши камыши, ребята. Фух, справилась. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Собачки. Опять пылюка налетела. Вроде бы. Или мне кажется. Мне уже мерещится. Пылючка везде. Да? Собачки. И что ты? Есть. Ой, пузейники. Ой, ой, красоту показывай. Ой, ой, красоту. Красотишка. Ой, девочка. Скажи, мама, мне еще гулять на улицу надо. Гулять на улицу. О, что ты сказала, мам? Я готова гулять уже. Та-дам, ребятки. Что? Ой, Альмашка. У меня ужин. Время у нас 22.18. Леночка, я сейчас пойду отберу у нее телефон. Завтра в школу, блин. Она, ну, мам, пожалуйста, еще чуть-чуть. Мам, пожалуйста, еще чуть-чуть. Кушай вермишель, ребята. Видно вам, да? С котлетками. Что-то я с собой не взяла. Ни помидор, ни огурцов с дачи. Ничего. Ну, ничего, будем погровиться. Я уже есть хочу. Машинка немножко гудит. Стирает. Ночь, конечно. У меня стирка. Ну, ничего. У меня еще тут куча лежит. Вот там Альма залезла под подушку. Там куча лежит. На ванной куча. Прикольно. Я котлеты даже еще не пробовала. Альма. Я только пришла с прогулки. С Альма говорила. Она умничка. Молодец. Сама попросилась гулять, ребята. Села под входной дверью и сидит. Я говорю, понятно. Мы пошли. Она опять сделала и первое, и второе. Короче, что. За сегодняшний вечер я убрала только одну комнату. Короче, не оказалось дома ни простыней, ни пододеяльников. Белье снятия сняла. А спать не на чем. Леня нашла. У Лены есть. А у меня нашла простынь. Чем-то найду, чем укрыться. Короче. Капец. Все на даче. Надо за зиму покупать какое-то постельное белье. Не хватает. Мало. Ну, я одну комнату убрала. Завтра дальше пойду. Ну и стирок. Уже у меня третья стирается. День плодотворный. Нам Сережка еще торт привез, когда приезжал за нами. Приболок торт. Так что кушать есть. И у меня я поставила вариться этот жарку в квартире, ребята. Я плиту одну включила и все. Капец. Жарите. Короче, я сегодня мукбанк. Я привезла окорочок. Варится бульон. Завтра сварю суп куриный. С лапшой. Лапши нету. Ну, есть спагетти. Я их мелко поломаю. Нормально будет. Я что-то уже наелась. Я, наверное, вторую корлету не буду. Можно чай попить, кстати. Это отличная идея. Альмина непривычно, наверное, дома. Ходит все, обнюхивает. Короче, ребята. Где-то мы что-то, может, не договорили и так далее. За Альмину, то, что мы к врачу ездили. Ездила любого укола. Ей стало легче в этот же вечер. Сейчас она не чешется. Завтра я... Сказали, спустя пару дней дать эту таблетку от Блох, которая... От Блох и клещей. Симпарика. Завтра я утром натощать ей дам таблетку. Вроде бы, якобы, она должна ее съесть. Ну, то есть, она какая-то жевательная. Боже, я зачуханная такая. Пофиг. Ой, долго гладила, спина болит. Завтра дам таблетку ей. Написали мне, кстати, что выгоднее эти таблетки, ну, дороговастые такие, выгоднее покупать на более большой вес собаки, как для большой собаки. Делить ее напополам и давать раз в месяц. Интересно. Ну, получается выгоднее. Многие, очень многие написали, что у Альмы, возможно, аллергия на амброзию. Может, оно и так, ребята. Я не спорю, но... Покраснение на шее, я больше все-таки за ошейник думаю. Покраснение на шее у меня появилось уже на второй день, после того, как я ей надела ошейник. Понимаете? И она начала очухиваться. Как-то я не придала значения. Да, Альмашка? Чего ты мамой такое сделала мне на дело? Потому что просто этот ошейник уже проверенный. У меня все живы, все животные именно в этой фирме. Фирма Мурка. Все таких ошейников, все нормально. Ну, видите, все индивидуально. Да? Нормально. Все там мамы бабы, да? Ты кушала? Я ее покормила. Я привезла с собой кашу. Так, вторую котлету я не буду, не хочу. Мне во сколько спать ложиться? Я не хочу еще спать. Хотя в зеркало с вами глаза краснючие, но я сейчас не усну так рано в 10. Я так не могу. Может, с камерой снесу, что-то видео сделаю. Потом лягу ваши комментарии почитаю. Завтра я хочу еще записать, где сколько обещаю. Пишут уже в комментариях. Юля, верни рубрику вопрос-ответ. Надо заняться. Я уже и вопросы пособирала. Думала, сейчас запись. Думаю, поем-то, запишу вопрос-ответ. Ну, я же выгляжу такая, никакая. Думаю, завтра уже голову помою. Завтра утром, ой, Лену в школу провожу. Вместе с Альмой мы выйдем, да? Лену проводим. А я что, не подумала? Ребята, на 1 сентября же надо учителю цветы, наверное. Мы каждый год с цветами ходим. У нас обычно утром бабушки на дорожках продают цветы. Ну, такие дачные, но они в букетик собранные. Красивые обертки. Они примерно гривен 70 стоят. Завтра можно чуть раньше выйти. Да, вон, возле АТБ посмотреть, может. Сидят, продают. Ой, все, я надела. Спасибо большое. Альма. Спасибо тебе тоже. Коплетку я в холодильник положу. Сейчас, я еще с пакета чайник не доставала. Все, достану чайник, встала сну. Ой. Или пораньше лечь, не знаю. Не, ну чайку надо горяченького попить. Да, Альмушка? Ты сегодня со мной будешь спать? Со мной, собака, будешь спать. Собака моя, хайоса. Хайоса. Гуляла, гуляла. Гуляла, гуляла. Ой, дитё ты моё, дитё. Куда же я без тебя? Ребятки, ну чё? Уже 12 часов ночи. Буду я ложиться. Спать, вернее, не спать. Прилягу в постель. Почитаю комментарии. Жду, пока Сергей видео загрузит на канал. Мне нужно его прописать. Удалённо. Вот, что в 7 утра вы посмотрели видос. Леночка уже спит. Отобрала у неё телефон. Вернее, нет, не отобрала. Она сама положила. И пожелала у меня спокойной ночи. Я говорю, всё, молодец, ложись спать. Встаём в 6.30, ребята. В 6.30, подъёмчик. Всё, завтра в школу. Ну, такой ещё не полный школьный день. Ну, в смысле, там просто классный час. Вы дадут учебники и всё. А в четверг уже всё. Полноценный. Школьный рабочий день. Ну, что, ребята, всё. На этом прощаюсь. Всем спасибо. Заходите, ставьте лайки и подписывайтесь. Всех ещё раз с праздником. С днём знаний. С 1 сентября, ребята. Всё. Всё, пока-пока. Всё, пока-пока.